А перед тем, как вы начнёте просмотр этого видео, я хочу посоветовать вам посетить канал Веры Максименковой. На нём вас ждут атмосферные прохождения популярных и не очень игр, в том числе и кооперативные, а также добротные обзоры игровых новинок, и, конечно же, стримы, на которых нередко проводятся игры с подписчиками. А ещё на канале частенько проходят розыгрыши игр, и я до сих пор не понимаю, почему ты ещё не подписался. Ссылочка на канал есть в описании под видео. Большую часть геймеров хлебом не кормят, только дай пострелять по толпам врагов, оставляя за собой горы трупов, и игр, утоляющих непомерное желание пролить сотню-другую литров крови, полно. Но сегодня я хотел бы рассказать вам о проектах, которые изначально подразумевают насилие, но если приложить должное старание, то их вполне себе можно пройти, так скажем, малой кровью. Всем привет, с вами Айвори, и сегодня я составил для вас список из 11 жестоких игр, которых можно пройти без убийств. Всем приятного просмотра и... понеслась. Начнём сегодня, пожалуй, с Deus Ex Human Revolution. Данная игра славится своей вариативностью. Пройти её можно как в агрессивном стиле, расстреливая всех подряд, так и отыгрывая роль настоящего пацифиста, постоянно скрывающего своё присутствие, аки-ниндзя в ночи. Первая игра в серии Deus Ex, по сути, тоже давала возможность пройти всю сюжетную линию, не проливая ни капли крови. Но это не касалось боссов. Их, к сожалению, приходилось ликвидировать. А вот в Deus Ex Human Revolution даже есть соответствующая ачивка. Но если задуматься, то после добротных ударов и изящных приёмов рукопашного боя Адама Дженсона, кости его недругам всё равно сращивать долго придётся. Серия игр Fallout, а особенно первые две игры, обладали поистине неисчерпаемыми возможностями в плане отыгрыша роли. То есть каждый играющий, например, в первый Fallout, мог пройти игру как ему вздумается. И, конечно же, игра даёт возможность пройти её, никого не убивая. Кстати, говорят, даже кому-то удалось четвёртый Fallout закончить малой кровью. Но для этого пришлось изрядно попотеть. Я думаю, вы все уже догадались, что в этом видео обязательно засветится Dishonored. Ведь это первая игра, которая лично мне пришла на ум, когда я составлял данный список. Dishonored — это проект, дарующий игроку огромное количество возможностей прохождения. Тут вам и по крышам пробежать можно, акискрытный ассасин. Или, допустим, в крысу вселиться и незаметно прокрасться. Ну и на крайняк вырезать всех, эффектно срезая бошки беспомощным болванчиком. Интересен тот факт, что игра как бы подталкивает игрока именно к бескровному прохождению. Ведь, как вы помните, чем больше игрок убивал NPC, тем выше становился хаос в игре, что приводило не к самым приятным последствиям. Следующей по списку у нас идёт очень прикольная 2D-игрушка в жанре Stealth Action. В ней вы берёте на себя роль ниндзя, играя за которого можно убивать всех подряд, перерезая глотки глупым болванчиком. Но если постараться, можно пройти всю игру, так и не выдав своего присутствия, оставаясь постоянно в тени, как и подобает истинному ниндзя. Серия игр ZIV, повествующая о приключениях вора по имени Гаррет, которого смело можно назвать самым безобидным главным героем всех стелс-игр. Гаррет, по сути, настоящий добряк, ведь проще скрываться всю игру, чем выжить в схватках за этого матёрого воришку. Я не уверен насчёт всех игр серии, но вот вторую часть точно можно пройти без всяких убийств. Как ни странно, но серия игр Metal Gear тоже предполагает бескровное прохождение. Вот, например, вторую игру серии можно пройти вообще не причиняя никому вреда. Ну, как не причиняя? Всё равно придётся накачивать вражин транквилизатором, ну и немножечко избивать их. Ну, так слегка. Но убивать никого точно не придётся. Мало кто знает, но необоснованно жестокую игру про звуключение поехавшего парня по имени Чувак можно пройти не прибегая к крайним мерам, прикинувшись самым настоящим пацифистом. Это вполне возможно. Всё в ваших силах. Но разве так интересно? Думаю, нет. В отличие от той же Fallout, серия TES никогда не предлагала стольких вариантов прохождения, да и совсем без убийств в ней, к сожалению, не обойтись. Можно довольствоваться лишь тем, что они будут сделаны чужими руками. Итак, прокачиваем магию иллюзии, заставляем противников крошить друг друга, изучаем лечащие заклинания, берём в товарища напарника и поддерживаем его защитными скиллами. Как говорится, профит? Стоит также упомянуть небезызвестную игру, которая привнесла в игровые миры моду на паркур Mirror Sage, повествующая о нелёгкой судьбе девушки по имени Фейт, которая борется с властями и тотальным контролем за информацией. В игре не так уж и много моментов, когда к вам в руки будет попадать оружие, но тем не менее они будут, и убивать людей или нет, это уже решает сам игрок. Благо, игра даёт вам этот выбор, так что применяем навыки рукопашного боя и валим недругов на лопатки, оставляя при этом свои ручки белоснежно чистыми. Если говорить о тотальном ненасилии в глобальных стратегиях, речь может идти только о возможности добиться мирового господства, при этом не развязывая войн. Однако ничто не защитит вас от вторжения воинствующих захватчиков, кроме собственной армии. В Цивилизейшн никто не запретит вам построить государство, руководствуясь принципами Ганди, и посмотреть, что в итоге получится. И напоследок упомяну совсем свеженькую игру от Юбисофт. В Watch Dogs 2, как и обещали, разработчики даруют игроку выбор. Убиватели быть убитым. Нет, не так. Убивателя слегка калечит, вырубая всех при этом шаром на верёвочке. И за такой гуманный подход к делу Юбикам хочется сказать спасибо, ибо игра же про хакеров, а хакер по сути своей не убийца, он всего лишь борется с правительством, но не свинцом, а серым веществом. На этом, пожалуй, я и закончу сегодняшний ролик. Всем спасибо за внимание, и снова хочу сказать спасибо каждому из вас, за то, что не ленитесь и ставите лайки. Но тем не менее, всё равно напомню, что это очень важно для развития канала. Также не забывайте подписываться на канал, вам тут всегда рады. Ну и про группу мою ВКонтакте не забывайте. На этом всё. Всем удачи и пока.